Я сегодня хочу поделиться из Божьего Слова, и немного поделиться с вами несколько минут, из Откровения 7 главы, 2-3 стих. Откровение 7, 2-3. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырём ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда на земле, ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Не делайте вреда земле, морю и деревам. А он говорил это к ангелам, которым дано вредить именно земле и морю. Но этот ангел, который был послан от востока солнца имел власть над этими четырьмя ангелами. И этот ангел, который воскликнул это послание, он имел большую власть и имел власть приказывать четырём ангелам, которые были поставлены вредить земле и вредить морю. И он им повелел, не делайте вреда земле, морю и деревам, доколе мы, Господь, со своим воинством не положим печати на челах рабов Бога нашего. Я сегодня хочу поделиться, если я успею, о печати Божией на челах рабов Бога. Что это за печать? Именно на челах. Имеем ли мы эту печать? Кто знает, что это за печать? И я верю, что буквально в Духе Святом ангелы видят людей, у которых есть печать. И они видят людей, у которых печати нет. Когда мы читаем о печати, очень много есть в Библии о печати. Я просто несколько мест скажу вам, что написано, например, «Который дал и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наших». То есть Бог называется именем запечатлевающий, то есть Который ставит печати. Печати. Ефесянам 1 главе написано, «В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Или же Тимофею 2 глава, «Но твердое основание Божие стоит, ибо печать сию, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Имея печать сию, познал Господь своих. Печать Бога познал Господь своих. Есть также печати дьявола. И мы читаем о печати, которую печать получил один человек. Печать Бога, которая говорила о принадлежности к тьме. И Писание говорит о Каине в 4 главе «Бытие», когда Каин убил своего брата, Авеля, и он нарушил Божие предупреждение, то тогда Господь взыскал с него и сказал, «Вот ты теперь...» И он согнал его с земли, от лица своего, и сказал, что земля проклята за него. И он ему сказал, «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником, скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь Бог, «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Что это было за знамение? Художники рисуют печать Каина. Она называется печать Каина. Вы, наверное, слышали. Есть целый художественный образ, который называется печать Каина. Разные художники рисуют его страшно. И вы знаете, печать есть на лице человека. Уголовника конченного видно, у него печать. Он там его переодень, помой, побрей, подстриги. Видно, что уголовник. Да? У него печать остается конкретная, потому что он там пропечатался. Печать военного можно узнать, если он был дисциплинированным офицером. Можно узнать печать князя, благородного человека, аристократа. Можно увидеть его в любом месте. Печать гомосексуалиста тоже можно увидеть у прозорливых людей. Печать блудника тоже можно увидеть. Печать лжеца и так далее. Это все пропечатывается на лицах людей. И у Каина была своя печать. Он имел печать Каина. Печать убийцы брата своего. Печать дьявола также есть на печати, на челе великой блудницы, которая называется Вавилон. И мы читаем о ней. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря со мной, сказал, «Пойди, я покажу суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней благородействовали цари земные, вином благородеяния упивали живущие на земле и повел в духе в пустыне, увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненными днами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру багряницу, украшена золотом, доброценными камнями, жемчугом держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой благородейству ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудница мерзостям земным». Ну, Руслан, иди сюда, я попрошу тебя сделать небольшое. Может быть, как бы, ну, ты прости. Ты Божий человек, Божий Сын, да. Но она сидела, представьте, я про... Нет, 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 просто стой. Я не буду тебя, как бы, ну, травмировать. Она сидит на багряном змеи. У нее в руках чаша. Чаша. Чаша просто, да. Она держит чашу. Здесь под ней зверь багряной. И здесь корона. И здесь печать. Может быть, есть такие люди? И здесь печать. И написано «Тайна». А чаша полная мерзостей ее блудодеяния. И она ей напоила царей земных. Вот она. Печать блудницы у нас. Давайте, мотайте, что нам еще есть. Это разве не печать? Это разве не печать? И христиане, когда такие вещи делают с собой, чтобы быть в тренде, они показывают, что они не божьи люди. Это знамение, что это печать Вавилона. И когда делают это христиане, чтобы быть в тренде, они теряют свое спасение. Потому что перед ангелами Бога они показывают свою принадлежность. И носить на себе такие вещи, это показывает свою принадлежность. Спасибо. И эта блудница сегодня едет и поет. Она поет князей, искусство, творчество, людей, которые могут двигать в духе. И это просто эффекты. Верните обратно приятное зрелище. И написано в Писании, что на ее челе написано «Тайна Вавилон Великий, мат блудницам и мерзостям земных». «И видел я, что жена опойна была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, видя ее, удивился удивлением. Они будут вести брань с Агнцем». Вот они, дракон и блудница, они будут вести брань с Агнцем. Знаете, что ждет? И Агнец победит их. Вот мы с вами здесь сейчас ведем брань. Что я показываю здесь? Это вызывая на себя атаки. Я бы мог сейчас говорить вам приятные вещи, увещать, что Иисус вас любит и все такое. И на меня было бы минимум атак. За что меня атаковать, если я вам угождаю? Когда все классно, Иисус исцеляет, Господь вас любит, все хорошо. За что меня атаковать? Но когда мы эти вещи трогаем, трогаем народы, трогаем эти атаки, на нас выходит что-то другое, чем просто увещалки, то, что вызывают. И они будут вести брань с Агнцем. И Агнец победит их. Ибо Он есть Господь, господствующий в царь царей, и те, которые с Ним, а я с Ним, и ты будь с Ним, и те, которые с Ним, суть званной и избранной и верной, и говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, люди и народы, и племена, и языки. И жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Это имя ему Вавилон. Следующая печать – это начертание зверя. «И видел я другого звера, выходящего из земли, и он имел два рога, подобные Агнче, но говорил, как дракон». Есть звери, говорят, как Иисус. Есть культы, говорят, как Иисус. Они используют Библию, то есть Агнче и рога, но говорят, как дракон. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил, действуя так, чтобы Иван был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку, и начало их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вот это печать. И сегодня, дорогие братья и сестры, все люди Божьи, они должны иметь печать. Ангел не ставит эту печать тем, кто ходит в церковь. Ангел не ставит эту печать тот, кто читает Библию. Ангел не ставит печать тот, кто исполняет религиозные обряды. Ангел ставит печать по другим причинам. Те, кто верные и святые. Верные и святые. И апостол Павел приветствовал так церкви. И он говорил верным и святым Божьим во Христе Иисусе. Благодать вам и мир. Можешь ли ты себя назвать верным и святым? И это будет говорить о печати. Печать. И сегодня церковь подразумевает всех людей с печатью Бога. И царство тьмы подразумевает людей с печатью Вавилона. Не может быть ничего общего у нас. Не может быть смешения. Не может быть ты или там или ты здесь. И нам нужно избрать что-то одно, а не два. потому что посредине не бывает. И это то, что сегодня нам необходимо четко понять и сделать избрание. Потому что до тех пор, пока мы не будем иметь правильную позицию, мы будем всегда без силы. Мы будем чувствовать утечку силы. И всегда нас будет носить туда и сюда. Господь, дай нам силу встать только на одно место. И вот печать Бога живого на челах рабов. Вот закон храма. На вершине горы все пространство вокруг святое святых. Вот закон храма. Из Икилии 43, 12. Печать это знак на челах скорбящих и воздыхающих. И вы помните, как слава Божия сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал человека, одетого в льняную одежду, при поясе прибор писая, и сказал, пойди посреди города. И на челах людей, скорбящих и воздыхающих, о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак. Я должен видеть этих людей, которых мы видели, пойти на их парад. И то, что я буду чувствовать о них, это будет говорить о моей принадлежности. И когда там были люди, которые воздыхали и скорбели о мерзостях, которые происходят там, писец подходил и делал знак. Он делал знак на воздыхающих и на скорбящих. Там были люди, которые были толерантны. Там были люди, которые просто забыли, когда они начали вместе с ними радоваться. Стали подпевать. Но там были те, которые скорбели и воздыхали. И только они получали знак. Что мы чувствуем об этих вещах, которые сегодня происходят в этом мире. Как реагирует наше сердце на пошлые вещи, на гнусные вещи, на радость о чьем-то горе и на эти мирские мерзости. И Библия учит нас, что есть отделение. И сама Церковь по природе в свое слово вызванные. Это вызванные. Те, которые вызываются из этого мира. Они вызванные. я хочу иметь эту печать. На таблице первосвященника, когда первосвященника одевали вефод, кидар, ему дали одну деталь. Это была золотая пластина. И на ней было написано, она была отполированная пластина. И на ней было написано «Святыня Господня». и она должна была одеваться на лоб. Я хочу носить эту печать. Я хочу носить на своем лбу святыня Господня. И первосвященник носил на себе, и написано «И сделали полированную дощечку диадиму святыни из чистого золота». И начертали на ней письмена, как вырезывают на печати «Святыня Господня». И сегодня кровь Христа это то, чем Бог запечатывает эту печать. Вы знаете, мы проходили много такого в библейской школе, учился однажды в библейской школе, и там мы изучали целый пласт о крови Христа. Я очень потрясен был этими проповедями. И один из служителей, Берк Ланден, он уже в Вечности, он учил о том, что в крови Христа есть сильный прообраз, это красные и белые кровяные тельца. Это в крови человека. Одни тельца несут функцию очищать кровь, а другие тельца несут функцию насыщать ее, и они ее питают кислородом и нужными веществами. Другим словом, одни убирают ненужные шлаки, другие приносят пищу, питание. Но Господь показал нам, и мы молились, и Господь показал нам раны, и Он ввел нас в эти раны, и мы вошли в Его вены и капилляры, и Он показал нам состав Его крови. И в Его крови там не было красных и белых телец, потому что Христос не нуждается в питании, Он сама вечная жизнь. И Христос не нуждается в очищении, потому что Его кровь святая. Там есть только одни, Он показал нам голубые тельца, там есть только одни голубые тельца, эти голубые тельца, самая вечность, это самая вечная жизнь, это небеса. И в Его крови только небеса. В Его крови нет очищения, оно там не нужно, она сама очищает. И когда мы вошли в эту кровь Христа, мы были потрясены, как это точно, что в ней самое дыхание вечности. И тогда Он взял другой палец, положил в эту рану, смочил ее кровью и помазал Божьего человека. Он начало его, и Он его запечатлел. И мы сейчас поняли, что печать Бога живого это кровь Христа. Воздайте Ему славу. Что может быть сильнее этой печати? Какая-нибудь звезда Давида? Или какой-нибудь треугольник, трелистник ирландский? Или какой-нибудь треугольник славянский православный? Или какие-нибудь правильные письмена? Или какая-нибудь цитата из Библии? Что может быть сильнее на твоем челе, чем отметка крови Христа? Запечатлен кровью эта вечность. Я не хочу ничего на своем челе, кроме этой крови. Вот здесь сегодня. И это единственное то, что нам нужно иметь. Вы помните косяки, которые мазали, и ангел-губитель проходил мимо, и сегодня мне нужно эта отметка. Иисус запечатлевает своей кровью вечность через кровь Агнца. Когда эта кровь на челах верных людей, это значит, что это печать Бога живого. Что это значит? Это значит, что этот человек омыт кровью Христа. Иди сюда, Руслан, я тебе скуплю. Сделай вот так. Да. И представьте себе, что на его... Простите, я сломаю одну розу. Ради такого, голуби убивали, не только розу. И вот Господь запечатлевает его, своей розой, да, печать. Что это значит? Это значит, что он омыт кровью Христа. И когда ангельский мир смотрит на него, он омыт кровью. Все, он омыт. Это также значит, что он имеет вечную жизнь. Вечная жизнь. Он имеет печать. Это значит, что он имеет свидетельство Иисусова, которое есть Дух Пророчества, потому что в крови жизнь это сама кровь. Вы помните, как Слово Божие был всадник на белом коне и он скакал. Что он делал? Его одежда была обогрена кровью и имя ему было Слово Божие. Все Слово Божие здесь кто-то сказал, если взять и выжать Библию, выжать из нее сок, то из нее будет капать кровь Христа. Кровь это все, что нужно. Потому что на кровь приходит Дух. И кровь Христа это печать Бога Живого. И когда он имеет эту кровь, это также готовность страдать за Христа. Потому что это не просто какой-то крем, это кровь. Это значит, что он также идет путем страданий за Христа. Аминь. Это также верность Евангелию Христа. Это также он имеет ум Христов. Ум Христов. вот что значит кровь Христа. И он взял и вложил в раны свою. Сначала показал нам кровь и ее структуру. Показал нам вечность крови. И потом взял палец перст и положил на чело Божьему человеку. Он запечатлел его. Кто может встать против него? Против того, кто омыт кровью. против того, у кого есть петопечать. И вот этот ангел говорит идите и не делайте никому вреда, кроме тех, кто имеет печать Бога Живого. Простите, им не делайте вреда. Делайте всем, кроме тех, кто имеет печать Бога Живого. Спасибо. Так-то получше будет. Правда? И вы знаете, эта печать, она дает нам силу побеждать. Просто носить ее, просто высвобождать ее, это уже сила побеждать. Почему? Потому что написано в Откровении, 9 главе. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, дал ей ключ от кладезя бездны, она творила кладезь бездны, вышел дым из кладези, как дым из большой печи, помрачилось солнце, воздух от дыма из кладези, и из дыма вышла саранча на землю, и была ей дана власть, которую имеют земные скорпионы. Сказано было ей, чтобы не делала вреда траве, зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион, то есть губитель. Имея Божью печать, мы победим самые темные силы в самые это Таполион и Авадон, они губят тех, у кого нет печати. Губит это не значит, что они попадают в катастрофы, сразу падают трупы на улицах и все такое. Или землетрясения, вот именно они погибли. Нет, человек отпадает от Бога, продолжает жить десятки лет, но он уже осужден, потому что не уверовал в Единородного Сына Божьего. И сегодня это измерение печати. Я хочу просто сказать вам, что кровь Христа сегодня это печать. Если мы не принимаем кровь Христа, мы не принимаем печати. Мы должны принять кровь Христа и не только впить ее, не только есть его тело, но принять печать крови Христа в вечность на нашем челе. Это так прекрасно, просто это измерение, это измерение. Сегодня восход полной луны, восход новой луны, сегодня полное затмение луны. Это значит, что Господь сегодня хочет начать восходить, чтобы мы сегодня начали восходить. Сегодня начало новой луны, той луны, которой никогда еще не было. Сегодня она полностью сокрылась в эту ночь. Ее нет, и она сегодня будет восходить. Сегодня ночью будет прорезаться новый свет. Это значит, что мы восходим. И мы должны восходить в Божьем Сыне. Оставьте это. Мы должны восходить в Божьем Сыне. Это картина, верните эту картину. Она была поставлена за 100 миллионов долларов. Вы знаете, что ее купили, по-моему, за 45 фунтов стерлингов несколько десятков лет назад. Они думали, что это копия. Да, они думают, что Иисус Христос это копия. Да, они думают, что Иисус Христос это как Будда или Магомед. Да, они думают, что это копия. Она была пошарпана. И сегодня, да, Откровение о Христе очень сильно пошарпано. И за 45 фунтов стерлингов, по-моему, ты в 20 веке, какой-то человек купил эту картину. Она была очень сильно изношена. За 45 фунтов стерлингов. Потом другой человек приобрел ее, исследовав ее, уже больше, чем за 100 плыла. Потому что она была в частых коллекциях императоров и разных князей и очень богатых людей. Но потом она обесценилась. Это знамение последних дней. И сегодня здесь это знамение. Посреди новостей землетрясения, экономические кризисы, сексуальные скандалы в Голливуде, все это ничего удивительного нет. Мы зеваем, когда слушаем эти новости. Но это невероятная новость. Это не Ван Гог за 30 миллионов долларов в чьем-то сейфе. И мы все думаем, ой, как много, 30. В сейф спрятал японец. Это нечто другое. И когда она сейчас поднялась и всплыла, ее поставили первоначально за 100, и она ушла сейчас за 450 миллионов долларов. Та картина, которая была куплена даже за 45 фунтов стерлингов. во сколько раз больше? В 10 миллионов? Иисус должен подняться. Эта луна должна взойти. Она должна начать новое рождение. И как здесь пророк пророчествовал, что сын заново рождается, должен родиться заново сын. Он должен родиться заново в нашем сердце. Мы снова должны оценить его кровь. Мы снова должны оценить печать живого Бога. Эти вечные тельца в его крови. Я хочу сказать, ты принял печать Бога живого. Ангелы видят твою печать. Ходишь ли ты с печатью посреди этого мира? И мы не говорим о том христианстве, которое такое приятное, улыбающееся, как Санта Клаус на Новый Год. Мы говорим о реальных вещах, о реальных сражениях с этой блудницей, с этим Левиафаном, с этим Красным Драконом, о реальной готовности страдать за Христа и даже умереть под пытками отдать свою жизнь за Евангелие Царства. Мы говорим вот о чем сегодня. Мы говорим о настоящей печати рабов, не сынов, не дочерей. Если сын и дочь это пол, то раб это не пол, это степень. Сын и дочь это пол, а раб это степень. И она ложится на чело рабов Господа Бога. Я хочу иметь эту печать.